Четырехстопный ямп мне надоел. Им пишет всякой. Мальчикам забаву пора бы его оставить. Я хотел давным-давно приняться за октаву. А в самом деле я бы совладел с тройным созвучием. Пущусь на славу, ведь рифмы запросто со мной живут. Две придут сами, третью приведут. А чтобы им путь открыть широкой, вольной, глаголы тотчас им я разрешу. Вы знаете, что рифмы на глагольный гнушаемся мы. Почему, спрошу. Так писывал Шахматов богомольный. По большей части так и я пишу. К чему, скажите. Уже так мы голы. Отныне в рифмы буду брать глаголы. Не стану их надменно браковать, как рекрутов, добившихся увечья, или как коней за их плохую стать. А подбирать союза да наречья из мелкой сволочи вербой рать. Мне рифмы нужны. Все готов сберечь я, хоть весь словарь. Что слог, то и солдат. Все годны в строй. У нас ведь не парад. Ну, женские и мужеские слоги. Благословясь, попробуем. Слушай. Равняйтесь, вытягивайте ноги и по три вряд в октаву заезжай. Не бойтесь, мы не будем слишком строги. Держись вольней и только не плашай. А там уже привыкнем, слава богу, и выйдем на ровную дорогу. Как весело стихи свои вести, под цифрами в порядке, строй за строем. Не позволять им в сторону брести, как войску в пух рассыпанную с боем. Тут каждый слог замечен и в частей. Тут каждый стих глядит себе героем. А стихотворец? С кем же равен он? Он-то Мерлан. И сам Наполеон. Немного отдохнем на этой точке. Что, перестать или пустить Напе? Признаться вам, я в пятистопной строчке люблю цезуру на второй стопе. Иначе стих то в яме, то на кочке. И хоть лежу теперь на канапе, все кажется мне, будто в тряском беге. По мёрзлой пашне чусь я на телеге. Что за беда? Не всё ж гулять пешком по Невскому граниту? Или на Бали лощить паркет? Или скакать верхом в степи Киргизской? Поплетусь-ка далее, со станции на станцию шажком. Как говорят о том оригинале, который, не кормя, на рысаке, приехал из Москвы к Неверике. Скажу рысак. Парнасский находится, его не обогнал бы. Но пегас-то, разуп уж нет. Им вырытый колодец изсох. Порос крапивую парнас. В отставке феб живёт. А хороводит старушек мус. Уж не прельщает нас. И табор свой с классических вершинок перенесли мы на толкучий рынок. Усядьте, муза. Ручки в рукава. Под лавку ножки не вертись, резвушка. Теперь начнём. Жила-была вдова. К тому лет восемь. Бедная старушка с одной дочерью. У покрова стояла их смиренная лачушка за самой будкой. И вижу, как теперь, светёлку. Три окна, крыльцо и дверь. Дни три тому туда ходил я вместе с одним знакомым перед вечерком. Лачушки этой уж нет там. На месте её построен трёхэтажный дом. Я вспомнил о старушке, о невесте, бывало тут сидевших под окном. О той поре, когда я был моложе, я думал, живы ли они. И что же? Мне стало грустно. На высокой дом глядел я косо. Если в эту пору пожар его бы охватил кругом, то моему бы озлобленному взору приятно было пламя. Странным сном бывает сердце полно. Много вздоров приходит нам на ум, когда бредём одни или с товарищем вдвоём. Тогда блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою, кто в сердце усыпляет или давит мгновенно прошипевшую змею, но кто болтлив, того молва прославит вмиг извергом. Я воды лето пью, мне докторам запрещена унылость. Оставим это, сделайте мне милость. Старушка, я ста крат видал точь в точь в картинах Рембрандта такие лица. Носила чепчик и очки, но дочь была ей-ей прекрасная девица. Глаза и брови, тёмные как ночь, сама бела, нежна как голубица. В ней вкус был образован, и она читала сочнение Эмина. Играть умела также на гитаре и пела. Стонет сизый глубок, и выдуль я, и то, что уж постаре. Всё, что у печки в зимний вечерок, или скучно осенью при самоваре, или весною, обходя лесок, поёт унылая русская девица, как муза нашей, грустная певица. Фигурный буквально, всей семьёй, от ямщика до первого поэта, мы все поём уныло, грустный вой, песнь русская. Известная примета. Начав за здравие, за упокой сведём как раз. Печалью согрета гармония и наших мус, и дев. Но нравится их жалобный напев. Параша, так звалась красотка наша, умела мыть и гладить, шить и плесть. Всем домом правила одна параша, порученной ей было счёт и весть. При ней варилась гречневая каша, сей важный труд ей помогала несть, Стрепуха Фёкла, добрая старуха, давно лишённая чутья и слуха. Старушка-мать бывала под окном сидела, Днём она чулок вязала, А вечером за маленьким столом раскладывала карты и гадала. Дочь, между тем, весь оббегала дом, То окна, то на дворе мелькала. И кто бы ни проехал или не шёл, Всех успевала видеть. Зоркий пол. С зимой уставы не закрывались рано, Но летом до ночи растворено всё было в доме. Бледная Диана глядела долго девушке в окно, Без этого ни одного романа не обойдётся, так заведено. Бывала, мать давным-давно храпела, А дочка на луну ещё смотрела, И слушала мяуканье котов по чердакам, Свиданий знак нескромный, До стражи дальний крик, До бой часов и только. Ночь над мирною колонной тиха отменно, Редко из домов мелькнут две тени, Сердце девы томной ей слышать было можно, Как оно вупругое толкалось полотно. По воскресеньям летом и зимою вдова ходила с нею к покрову, И становилась перед толпою, укрылась налево. Я живу теперь не там, Но верную мечтою люблю летать, Заснувши наяву, в колонну к покрову, И в воскресенье там слушать русское богослужение. Туда, я помню, ездила всегда графиня, Звали, как не помню право, Она была богата, молода, Входила в церковь с шумом, величава, Молилась гордо, где была горда, Бывала грешен, всё гляжу направо, Всё на неё. Параша перед ней, казалось бедная, Ещё бедней. Порой графиня на неё небрежно Бросала важный взор свой, Но она молилась Богу тихо и прилежно, И не казалась им развлечена. Смирение в ней изображалось нежно. Графиня же была погружена в самой себе, В волшебстве моды новой, В своей красе надменной и суровой. Она казалась хладной идеал тщеславия. Его бы в ней узнали, Но сквозь надменность эту я читал Иную повесть. Долгие печали, смирение жалоб, В них-то я вникал, И невольный взор они-то привлекали. Но это знать графиня не могла, И, верно, в список жертв меня внесла. Она страдала, хоть была прекрасна и молода, Хоть жизнь её текла в роскошной неге, Хоть была подвластна фортуной ей, Хоть моды ей несла свой фимиам. Она была несчастна, Блажение ста крат её была, Читатель новая знакомка ваша, Простая добрая моя параша. Коса змеёй на гребне роговом, Из-за ушей змеёю кудри русы, Косыночка крест-накрест или узлом, На тонкой шее восковые бусы, Наряд простой. Но пред её окном всё же ездили Гвардейцы черноуцые, И девушка прельщать умела их Без помощи нарядов дорогих. Меж ими, кто её был сердцу ближе, Или равно для всех она была, Душою холодна, увидим ниже. Пока месть мирно жизнь она вела, Не думая о балах, о Париже, Не о дворе, хоть при дворе жила Её сестра, двоюродная Вера, Ивановна, супруга гоффурьера. Но горе в другах посетило дом. Стрепуха, возвратясь из бани жаркой, Слегла. Напрасно чаем и вином, И уксусом, и мятную припаркой Её лечили. В ночь перед Рождеством Она скончалась. С бедной кухаркой они простились. В тот же день пришли за ней, И гроб на Охту отвезли. Об ней жалели в доме Всех же боли кот Васька. После вдовушка моя подумала, Что два-три дня не доли, Жить можно без кухарки, Что нельзя предать Свою трапезу Божьей воле. Старушка кличет дочь, Параша, я. Где взять кухарку? Сведую соседки, Не знает ли, дешёвые так редки. Узнаю, маменька, и вышла вон, Закутавшись. Зима стояла грозно, И снег скрипел, И синий небосклон безоблачен, В звездах сиял морозно. Вдова ждала Парашу долго, Сон её клонил тихонько. Было поздно, Когда Параша тихо к ней вошла, Сказав, Вот я кухарку привела. За нею следом, Робко выступая, Короткой юбочкой принарядясь, Высокая, Собою не дурная, Шла девушка, И низко поклонясь, Прижалась в угол, Фартук разбирая. А что возьмёшь? Спросила обратясь старуха. Всё, что будет вам угодно, Сказала та смиренно и свободно. Вдове понравился её ответ, А как зовут? А Маврый. Ну, Мавруша, Живи у нас, Ты молода, мой свет, Гоняй мужчин. Покойница Феклуша Служила мне в кухарках десять лет, Ни разу долго чести не наруша. Ходи за мной, За дочерью моей усердно будь, Присчитывать не смей. Проходит день-другой, В кухарке толку довольно мало. То переварит, То пережарит, То с посуды полку уронит, Вечно всё пересолит. Шить сядет, Не умеет взять иголку, Её бронят, Она себе молчит. Везде во всём уж как-нибудь подгадит, Параша бьётся. А никак не сладит. По утру воскресенья Мать и дочь пошли к обедне. Дома лишь осталась Мавруша. Видите ли, У ней всю ночь болели зубы, Чуть жива таскалась, Кориц нужно было натолочь, Пирожное из печи она сбиралась, Её оставили. Но в церкви вдруг На старую вдову Нашёл испуг. Она подумала, В Мавруши ловкой Зачем к пирожному Припала страсть. Пирожница ей-ей Глядит плутовкой. Не вздумала ли она Нас обокрасть, Да улизнуть, Вот будем мы с обновкой Для праздника. Ах, ти, какая страсть! Так думая, Старушка обмирала. И, наконец, Не вытерпев, Сказала, Стой тут, Параша, Я схожу домой. Мне что-то страшно. Дочь не разумела, Чего ей страшно. С паперти долой Чуть-чуть Моя старушка не слетела, В ней сердце билось, Как перед бедой. Пришла в лачушку, В кухню посмотрела, Мавруши нет. Вдова к себе в покой Вошла. И что ж, О, Боже, Страх какой! Пред зеркальцем Параши, Чинно сидя, Кухарка брилась. Что с моей вдовой? Я ах, ах! И шлепнулась. Ее увидя, Та в торопях, С набыленной щекой, Через старуху, Вдовью честь обидя, Прыгнула в сене Прямо на крыльцо. Да ну бежать! Закрыв себе лицо. Обедня кончилась, Пришла Параша. Что, маменька? Ах, Пашенька моя! Маврушка! Что, что с ней? Кухарка наша! Опомнится доселе, Не в силах я. За зеркальцем Вся в мыле воля ваша. Мне, право, Ничего понять нельзя. Да где ж, Мавруша? Ах, она разбойник! Она здесь брилась! Точно мой покойник! Параша закраснелась или нет, Сказать вам не умею. Но Маврушке, С тех пор, как не было, Простыл и след. Ушла, Не взяв в уплату Ни полушки И не успев Наделать важных бед. У красной девушки И у старушки Кто заступил Маврушу? Признаюсь, Не ведаю И кончить староплюсь. Как разве все тут? Шутите! Ей-богу! Так вот куда Октавы нас вели. К чему ж такую Подняли тревогу, Скликали рать И с похвальбой ушли? Завидную ж вы Избрали дорогу. Уже иных предметов Не нашли? Да нет ли хоть у вас Нарвоучения? Нет. Или есть? Минуточку терпения. Вот вам мораль. По мнению моему, Кухарку даром Нанимать опасно. Кто же родился Мужчину, И тому Рядиться в юбку Странно И напрасно. Когда-нибудь Придется же ему Брить бороду себе, Что не согласна С природой дамской. Больше ничего Не выжмешь Из рассказа моего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова